Уважаемые журналисты, хочу еще особо отметить, я не могу сказать, что по поводу заявления о прекращении. На сегодняшний момент боевые подразделения Донецкой Народной Республики готовы к наступательным действиям на 100%. Боевой дух солдат и офицеров высок. Очень сильно раздражает моих подчиненных постоянное сидение в обороне. Боевой базовой практикой оборонительных боев и контрударов мы в состоянии найти большие потери противнику. Причем эти потери на 70% практически невосполнимы. Прекрасно понимаю, что моральный дух бойцов подразделения ибраинской армии подорван практически на 100%. Есть массовые запреты матери идти и забирать в армию своим сыновьям. Я имею полное право сказать вам, что в следующих буквально нескольких дней вы узнаете о широком нормальном наступлении. По поводу коридоров и полного окружения это полный плев. На сегодняшний момент коридоры любые есть для получения любой финансовой и материальной помощи из любой точки земного шара. Поэтому есть для проблемы пройдение колонн гуманитарной помощи. Это да, колонны большие, особенно страдает город Муванск, ради которого на сегодняшний момент и готовы прекратить, как и я, на данном участке фронта, так же Муванск, 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 Республика, огонь именно в направлении проведения гуманитарной помощи. Все, никакого прекращения огня больше речи вообще не идет. Мы не можем им простить и Славянск, и Краматорск, и тот же Амбросинск, на которых здесь военные преступления, расстреливаются и мирные жители, даже те, которые говорят на русском. Создание карательных отрядов с большей сторонниковой группы, численностью от 10 до 15 человек, которые адресно выезжают к людям, забирают, пытаются и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, как бы ни хотелось кому-либо мы слова тортовать, а готовы сдать оружие или предвещение огня, такого не будет. Вести переговоры, это не значит прекращать огонь. Александр Владимирович, как формируется этот бюджет ДНР? С трудом. Ну, какими средствами, какими путями, способами? Средствами местными. Местная экономика. Был принят проект о ведении внешнего управления на основных статистических предприятиях, которые позволят нам сформировать наш бюджет. Ну, и плюс помощь гуманитарная, которую нам оказывают наши друзья и срать. Собираетесь ли вы создавать свою валюту отдельно? Пока об этом речь не идет. Пока идет война, ну, по крайней мере, о какой-нибудь валюте вообще речь не идет. Как вы можете в целом оценить ситуацию в городе, вот сейчас, по мирному населению? Какие настроения у мирного населения? Не, ну, все прекрасно понимаете, что ситуация у нас действительно тяжелая. Мы не настолько, конечно, сильны и маучи, как противник. Маучи в чем? Бесконечный людской рельеф, широкая помощь Европы в обеспечении их техникой и боеприпасами. Это тоже не секретно. Ну, обстановка тяжелая, но не критичная. Предприятия работают, люди ходят на работу. Мы сейчас при вас разговаривали о проведении нового учебного года. То есть жизнь продолжается. Люди женятся, может тебе это быть внимание, по субботу покарится. Никто с этого не понимает. Война есть война, жизнь есть жизнь. По каким районам Донецка ведется артообстрел? И почему он преимущественно по одним и тем же районам ведется? Я просто объясню. Некоторые точки артообстрела, по которым ведется, они не в состоянии вести его по всему городу Донецка. Поэтому они выбирают определенный момент. Допустим, установка градов, вот это определенное расстояние. Так как мы можем доставать их точки обстрела, они выбирают те места, в которых мы практически до них достаем. Вот с этих точек ведется обстрел по тем районам, по которым у них число достаем. Это Петровка, это со стороны аэропорта. Куда долетают снаряды. Кстати, я вам поздравлю, если только что при присутствии нашего заседания вы перенесли в воздушную не то, что была команда «Воздух». И вы находились в будущем всех, так же, как и мы здесь, как команда «Воздух». Спасибо. Да, и самое главное, они пытаются нарушить инфраструктуру города и самую промышленность. Они уничтожают предприятия, инфраструктуру. Кстати, не только учебные и врачебные заведения, они уничтожают еще и шахты, подстанки, водоканалы и так далее. Вот это в здании и вьюжно. А сегодня ночью была разрушена тюрьма, как было закомментирование? Да, сегодня ночью была разрушена не тюрьма, придавалось разрушенное строительное учреждение, несколькими ударами, минометными залпами попало в бараки, снесло часть забора. Ну, знаете, комментировать это уже, если честно. Конечно, не можно было сказать, что это специально было сделано украинским правительством, дабы убить криминальную сыновку в городе Донецкой области, что, в принципе, наверное, так оно и было сделано специально. На самом деле, это вообще не знаю. Даже комментировали. Но 106 человек сбежал? 105. 105, я через них был убит во время обстрела, два были тяжело раненых, 23 человека на сегодняшний момент возвращены. Остальные находятся в активном поиске, я думаю, в течение двух-три дней мы полностью взяли. А кто занимается поиском? Министерство внутренних дел, совместно с Министерством государственной безопасности. На Ваш взгляд, как главнокомандующие, что же по времени могут пройти, продлиться боевые действия? Ну, знаете, я вам скажу циверенно. Ситуация какая? Если брать какие-то боевой дух и моральное состояние них и бойцов, то даже 20 тысяч рублей, чем это. Но на самом деле, ситуация должна быть украиненна, появится настолько, как в сентябрю, там, в текущем месяце, что это не позволит уже вести активные боевые действия. А к этому времени мы можем настолько вырасти, что мы можем вести уже не активные, но наступательные действия не вести. Скажите, Вы сказали про контратаку, а как Вы планируете нам начать? Это большая война и тайна, на которую никакой мальчишки-потишки не ответят. Как Вы прокомментируете из СНПО по поводу того, чтобы граждане города Донецка выезжали из Донецка, так как будут армии Украины и наступательные действия не прекращают? Ну, если они это сказали, они должны это сделать. Сюда ведут призыв к жителям, озвучить, жители-то все услышали. Ну, не прекрасно, но, по-моему, надо отбериться. Но есть ли эти коридоры, по которым могли жители выезжать? Да, знаете, мы тут объясним ситуацию. Коридор безопасный, его практически нет, он все простреливает. Для получения определенного места, может быть, коридоры есть. А 100-процентной гарантии безопасного вывода людей этих коридоров нет. Как бы ни заявляло украинское крыльевство, что мы готовы идти на встречу, мы идем в гуманитарные коридоры, ну, ни разу за все время их заявлений ни одного гуманитарного коридора не было сделано. Нужно ему потребить внимание, да? Когда упал боинг, было крушение боя, тогда мы, со своей стороны, прекратили боевые действия в районе Шахтерска, что позволило на Украинской армии, в течение четырех дней, нарушая все договоренности определенные, начать массированную атаку на города Шахтерс, Снежной, Торест, так далее, так далее, так далее. Мы же, со своей стороны, на воротах ничего не делаем. Поэтому заявление Украинской армии, правительство, ставят это без комментариев вообще. На данный момент познаем, что велся огонь по ЖД Гоцалу, там были повреждены путя. Ну, сколько сейчас, возможно, поездами выехать людям? Ну, министр транспорта, Роман Закладывал, что эти повреждения будут устранены практически для свободного приезжения транспорта, в течение сегодняшнего суда. Чего-чего? Чего-чего? Отходят, здесь виноватые электрички, здесь виноватые, а в любую точку можно уехать. Буквально сегодня отправлялись. На СССР уже с нашего музея, в течение сегодняшнего суда. Все неполадки и разрешения устроены, да. Возвращаясь к вопросу обстрелия талонии, многие заключенные готовы пополнить любые ополчения? Вы знаете, мне радостно слышать, что даже заключенные готовы пополнить любые ополчения. Вопрос в следующем, готовы ли мы принять заключение для ополчения. Любое желание будет рассматриваться, если статьи, позволяющие из характеристики Министерства государственной безопасности, этот кандидат, это стоит выступить перед ополчением, тогда да. Если же какие-то тяжкие преступления, и человек хочет уйти в ополчение, избирать законного, наверное, наказания, ну тогда нет. И что, вопрос есть? Сегодня банки перестали работать. И перестали работать еще по 100 недель. Вот сегодня при мне просто последний банкомат, что называется, закрылся. Банкомат, а сейчас банка работают и не прекращают деятельность. Не сегодня, не вчера. Банка со системой еще не совсем выручена. В завтрашний огня прекращает оборудование. То есть, за досадную неприятность, к сожалению, это ученение. Ну, по крайней мере, почту тоже надо забрать. Мы рассматриваем этот вопрос, но вдруг почта, если она прекращается в убитие института, мы в данный момент, на сегодняшний момент не можем повлиять. Мы вопросов замены или возвращения работы почты рассматриваем. В ближайшее время надеюсь, мы это все верим. Большое спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.